...именной премией ректора профессия экономист-маркетолог. Искомая зарплата от 60 тысяч рублей. Чем заканчивается схема Маркса? Товар, деньги? Рынок. Товар? Товар. Единица с пяти нулями, это какая цифра? 10 тысяч. Единица с пяти нулями? А, 100 тысяч. А с 9? С 9? Миллион? Нет, биллион. Вот за наших выпускников нам стыдиться не приходится. Наши экономисты и юристы лучше среднемировых. Я это говорю со всей ответственностью. Деноминация что такое? Деноминация? Не помню. А девальвация? Не помню. Стагнация? Не помню. Сергеева Алена, 24 года. Выпускница экономфака РГТУ. Специализация финансы и кредит. Вескомая зарплата от 60 тысяч рублей. Что касается магистратуры и аспирантуры, эти вещи очень индивидуальны для каждого из вузов. Кто-то говорит, что на магистратуре можно легко успевать и учиться, и работать, а кто-то говорит, что там прям нагружали. То же самое касательно аспирантуры. Спросил у одного человека, он сказал, да вообще было легко, другой говорит, очень сложно, времени ни на что не хватает. Это все зависит от вашего научного руководителя, направления, да даже от темы кандидатской. Выбрали ли вы совсем новую тему для себя, или тему, которую разрабатывали уже со студенческой скамьи, начиная с первой курсовой. Что касается научных степеней, не доверяйте этим регалиям. Я знаю некоторых кандидатов исторических наук, которые практически не знают историю, а кандидатскую они писали тупым компилированием разных исследований, немножко отсюда, немножко оттуда, реальной исследовательской деятельностью они никогда не занимались. Но это касаемо больше гуманитарных областей, как там дела у технареев стоят с кандидатами и докторами, я не знаю. Если вы знаете как там, напишите пожалуйста в комментариях, мне самому интересно. Вот я вам уже третье видео рассказываю, как у нас все плохо, но на самом деле, что в школе, что в универе, еще лет 7-8 назад было хуже, чем сейчас. И я действительно вижу положительные изменения. Например, в школе новые учебники стандартов и гос плюс, в конце параграфа получили дополнительную графу, которая называется споры историков. И там детям объясняют, какие споры были, какие альтернативные версии произошедшего выдвигали историки. То есть постепенно перестанут детям вдалбливать в голову, что вот было только так и все. В высшем образовании тоже есть положительные сдвиги. Как я слышал, по многим направлениям, которые сейчас имеет только бакалавриат, сделают и специалитет. Конечно, пока не совсем понятно, как это будет осуществлено, но в любом случае это нужная вещь. Я только рад, если специалитет массово начнут возвращать. В общем, будем надеяться, что в ближайшие лет 20-30 положение нашего образования изменится в лучшую сторону. И наши дети и внуки будут получать действительно качественное образование на всех его ступенях. Субтитры создавал DimaTorzok